Депутат Госдумы 8-го созыва, в свое время арестованная в США, как иностранный агент, Мария Бутина, комментирует вчерашний обвал западных соцсетей и предшествовавшие ему события. Странное совпадение публичного раскрытия экс-сотрудницей Фейсбука Фрэнсис Хаугин, сознательного содействия компании политической и социальной поляризации общества и масштабного сбоя работы ФБ и других приложений корпорации, как-то не похоже на случайность. Явление так называемых, виселблова, человека, раскрывающего непубличные или даже секретные данные некой структуры, государственный Сноуден или частный, сейчас, Хаугин, для США не редкость, но далеко не все получают трибуну центральных американских телеканалов. Я лично встречала на разного рода политических тусовках в Америке немало таких правдорубов, но их имена вам ничего не скажут, никто об этих откровениях так и не узнал, как максимум, материалы напечатали пара полусумасшедших блогеров. А тут 60 минец, считающиеся самым популярным политическим телешоу в мире. И сразу за откровением Хаугин падают мессенджеры и приложения компании, происходит утечка личных данных пользователей в сеть. Случайность? Тут можно предположить три сценария. Один. Моловероятный. Оба события действительно случайные совпадения. Два. Руководство Фейсбука отвлекает внимание от откровений бывшей сотрудницы большей проблемой. Три. Откровения Хаугин плюс масштабный сбой. Более чем достаточные причины для того, чтобы по просьбе трудящихся, американское государство взяло под контроль опасный бигтех, бигтек, технологические гиганты, прим. РВ. Понятно, что они и без того связаны более чем, однако, может быть, кто-то в компании слегка зазнался и посчитал, что держит Бога за бороду. Вот и пришло время напомнить, дабы неповадно было. А еще лучше разбить монополиста на кучку управляемых компаний с правильными и послушными людьми в руководстве. Разделяй и властвуй, как говорится, тем более, что общественность этому сейчас явно поможет, ибо страх есть лучший мотиватор. Это самый вероятный сценарий. Я тут вовсе не конспирологию строю, просто историю знаю. Америка так делала бесчетное количество раз, как на внешнеполитической арене, так и у себя дома. Эти ребята довольно топорны в методах, шаблоны и методички, их конек, ведь это и есть главный принцип капиталиста. Если что-то продается, не надо это менять, пока пипл хавает, а денежки текут в карман. Сегодня Хаугин выступает на слушаниях в Конгрессе, а далее, гарантирую, американская публика призовет на помощь в борьбе со злобными корпорациями Бигтеха Капитана Америку Государства. Постойте, скажут в Бигтехе, но мы же вам помогали на выборах и в наказании назначенных вами для политической борьбы, внутренних террористов и злобных русских хакеров. Как же так? Обещали же тихую гавань для обеспечения прибыли. Ну, дорогие мои, злобным оскалом улыбнется американский дипстейт. Дипстейт — глубинное государство, прим. РВ, обещать не значит жениться. Вы еще скажите, что вы в демократию и свободу верите. Прямо как маленькие. Оно встойло.